Добрый день, дорогие радиослушатели! В Лиге чемпионов. Сегодня вы в это время можете стать свидетелями матчей Барселона-Манчестер-Юнайтед и Ювентус-Аякс. Я уже буду смотреть вечером в записи. Ну, так жизнь сложилась. Ну, давайте посмотрим ситуацию. Барселона играет у себя дома. Первый матч в Манчестере они выиграли 1-0. Но, вы знаете, Кэмп Ноу, наверное, счастливый стадион для Манчестер-Юнайтед. Я никогда не забуду, как 20 лет тому назад, в 1999 году, они играли в финале с Мюнхенской Баварией и сумели одержать победу 2-1. Причем тогда Бавария вела 1-0, ну, буквально до последних секунд матча. И вот в дополнительное время тогда Фергюсон сделал две замены очень необыкновенно удачные. Вышел Улы Гуннер Сульшер, который вот сейчас тренирует Манчестер-Юнайтед и Шерингем. И они забили два гола. В итоге Манчестер-Юнайтед одержал победу 2-1 и стал победителем Лиги. Тогда, по-моему, это все-таки еще Кубок Чемпионов. Нет, это уже была Лига Чемпионов. Это уже была Лига Чемпионов. Но сейчас, вы знаете, победить Барселону, ну, не знаю. Конечно же, им удалось с Парис-Энджерменом. Возврат тогда они проиграли дома 0-2 и сумели одержать победу в Париже. Но и выйти в четвертьфинал. Но Барселона, я считаю, первое, что она сильнее. Второе, что Барселона перед этим матчем в Чемпионате Испании, где они практически обеспечили себе чемпионский титул, играя с Уэской, с аутсайдером Чемпионата Испании. Они выставили второй состав. Они сыграли в ничью 0-0, но для них это не проблема, согласитесь, на сегодняшний день. Короче, они... А вот Манчастер Юнайтед играл в полном составе. У них был тяжелейший матч с Вестхэмом, где, мягко говоря, согласитесь, что им дико повезло, что они выиграли 2-1 в том матче. Причем там они забили оба гола с пенальти. Ну, пенальти были чистыми. Но Вестхэм перед вторым пенальти имел, ну, две просто стопроцентные возможности забить гол. Но что делать? Мяч не пошел в ворота. Один раз он в перекладину, второй раз вратарь выручил Манчастер Юнайтед. И таким образом, и буквально через минуту, ну, тут сработал знаменитый футбольный закон. Не забиваешь ты, забивают тебе. Все. Тут же прошла контратака и был назначен совершенно справедливый пенальти. Так что посмотрим, как будут сегодня развиваться события. Ну, очень интересный матч. Ну, в принципе, в принципе, должен выйти Месси, потому что вы знаете, что у него в том матче у него была легкая травма. Но, тем не менее, сегодня он должен быть на поле. Второй матч сегодняшний тоже очень интересный. Ювентус-Аякс. Ювентус тоже практически чемпион Италии. Тоже выставил против спала второй состав. Но если Барселона сумела сделать ничью, Ювентус проиграл. Причем он проиграл всего второй раз в этом сезоне. Для них тоже это не играет особого значения. Конечно же, для Ювентуса очень важно то, что вернулся в строй Криштиану Роналдо. Он отдохнул, он подлечился. Так что это становится, конечно, очень опасным для Аякса. Но Аякс провел фантастический первый матч. Но ничья 1-1, конечно, в пользу Ювентуса. Но надо реализовывать свои моменты. К сожалению, в первом матче у Аякса были проблемы с реализацией. А вот сейчас абсолютно непонятно или сумеет выйти на поле Франки де Йонга. Один из лучших игроков нынешнего Аякса, который со следующего сезона уже будет играть в Барселоне. И он получил в последнем туре травму. Они там в чемпионате Голландии одержали убедительную победу 6-2. Но получил травму де Йонг. И это, конечно, большая потеря для Аякса. Но, может быть, он еще вернется на поле. Никто не знает. Завтра мы будем свидетелями двух матчей. Значит, Ливерпуль будет играть с Порту. Ну, знаете, что я считаю, что у Ливерпуля был спад. Но сейчас Ливерпуль снова набрал силу. Вы посмотрите, они очень легко обыграли Порту. Там 2-0 в первом матче у себя на поле. И, в принципе, они забили быстрых 2 гола и успокоились. Хотя могли выиграть значительно, значительно больше в том матче. Но теперь им играть в Португалии. Порту, конечно, не простой соперник. Но, тем не менее, Ливерпуль вполне возможно пройдет дальше. И следующий матч завтра это Манчестер-Сити-Тоттенхэм. Здесь Манчестер-Сити борется за 4 титула. Он уже выиграл Кубок Лиги. Он в финале Кубка Англии. Они ведут отчаянную борьбу за победу в чемпионате Англии с тем же Ливерпулем. И Лига чемпионов. Я не знаю. Вы знаете, что Лига чемпионов в Манчестер-Сити не дается. Они дальше четверть финала не проходили. Так что посмотрим, как будет складываться матч с Тоттенхэмом. Тоттенхэм выиграл первую игру 1-0. Так что и Тоттенхэм такая команда, которая играет ровно. Да, конечно, они будут играть без Кейна, который получил травму. Но в прекрасной форме Сон Хэн Мин. Так что не так все будет просто. Потом смотрите. Вот Тоттенхэм. Конечно, Хаддерсфилд идет на чисто последнем месте. Но Тоттенхэм одержал победу в чемпионате Англии над Хаддерсфилдом 4-0. И такой Лукас Маура, которому обычно не находится место в основном составе, он забил 3 гола. Так что ему сейчас, когда нету Кейна, а Кейн, похоже, вылетел до конца сезона, то ему, конечно, сам Бог велел, так сказать, проявить себя и закрепиться в основном составе. Так что вот такая ситуация. Ну давайте. А в чемпионате Англии получается просто потрясающий момент. Там, значит, на сегодняшний день Ливерпуль на очко впереди в чемпионате Англии. Но, но Манчестер Сити сыграл на один матч меньше, так? И получается такая ситуация, что 80 на сегодняшний день Ливерпуль идет после победы над Челси. Ливерпуль идет все-таки на первом месте, но у Манчестер Сити один матч в запасе. Казалось, значит, на сегодняшний день 85 очков у Ливерпуля, 83 очка у Манчестер Сити. Но Ливерпуль в последнем туре одержал очень важную победу над Челси 2-0. Причем там в Салах, его можно любить, не любить, но он забил потрясающий гол. Вообще, Ливерпуль, конечно, в один момент он просто-напросто переиграл Челси. Челси неплохо играли весь матч, но вот именно в начале второго тайма они посыпались, пропустили два гола. Потом они перехватили инициативу, но надо же забивать. К сожалению, они не использовали свои моменты. Да, у Манчестер Сити на сегодняшний день меньше потерянных очков, но вы посмотрите, какой у них график. Помимо того, что они играют с Тоттенхэмом в Лиге чемпионов, в следующем туре, значит, 20 апреля они играют с Тоттенхэмом у себя на поле в чемпионате Англии. Очень непростой матч. Потом они играют с Манчестер Сити, с Манчестер Юнайтед, прошу прощения, тоже тяжелейший матч. Ну и дальше уже Бернли, Лестер и Брайтон, это те команды, которые они по идее должны проходить. Значит, у Ливерпуля осталось 4 игры, не 5, как у Манчестер Сити, но графику, но соперники у них явно легче. Карди в Сити, Хаддерсфилд, это две команды, которые идут на вылет, Ньюкасл, который тоже неудачно выступает в этом сезоне, и Вулхрамптон. Короче, в принципе, если они хотят в 19-й раз победить чемпиона, стать чемпионом Англии, а последний раз Ливерпуль был чемпионом Англии, черт знает когда, в далеком 1990 году они побеждали в чемпионате Англии. Но, честно говоря, Ливерпуль такая команда, что ненадежная, будем так, они могут споткнуться в любой момент. Ну и у Манчестер Сити тоже были провалы, так что посмотрим. Вот эти две команды, конечно, на сегодняшний день лидируют в чемпионате Англии, и вот идет отчаянная борьба за чемпионский титул. Значит, Тоттенхем там идет на третьем месте, 67 очков, Арсенал и Челси имеют по 66 очков, и Манчестер Юнайтед 64. Вот эти шесть команд борются за, ну, Ливерпуль и Манчестер Сити за чемпионский титул, остальные за то, чтобы быть в четверке и попасть в Лигу чемпионов. Давайте теперь посмотрим, что было у нас в Лиге УЕФА. Были сыграны первые матчи, повторные будут играться в четверг. Арсенал, Арсенал победил Наполи 2-0. Тут интереснейшая ситуация. Смотрите, Севилья уже вылетела из этого турнира, Севилья, которая три раза побеждала, и она побеждала тогда, именно в Лиге Европы, когда тренировал Унай Эмери. Теперь Унай Эмери тренирует Арсенал. Может быть, он является специалистом по Лиге Европы и готов выиграть Лигу Европы с другой командой. Посмотрим, очень интересный нюанс. Я помню прекрасно, что был момент, когда он тренировал московский Спартак, и там его обозвали тренеришкой. Но, тем не менее, и в Испаде, и в Англии достаточно удачно тренируют клубы, которые, по крайней мере, входят в таких тяжелых, сильных чемпионатах. В чемпионате Англии тот же Хабберсфилд, который идет на чистом последнем месте, может собраться и прибить кого угодно. Так что, ну, вот он удачно работал и в Испании, и в Англии, так что не совсем он такой уж тренеришка. Дай бог, чтобы в России были уже тренеры его уровня. Значит, ну, конечно, повторный матч будет играться в Италии, так что тут Арсеналу будет непросто, но 2-0 вполне солидное преимущество. Еще в одном четвертьфинале играли две испанские команды, Вильяреал и Валенсия. Там победила Валенсия 3-1. Ну, Вильяреал, конечно, можно сказать, что невезучая команда, но понимаете, что если она постоянно, постоянно пропускает на последних минутах, то тут уже что-то другое. Это уже не невезение о том, что команда не может концентрироваться до конца матча. Вот Валенсия вырвала победу именно на последних минутах. Уже в добавленное время они забили два гола при счете 1-1. Кстати, там очень удачно вышел на замену российский игрок Черышев, который, я считаю, что он сделал две результативные передачи, хотя в одном из моментов он просто красиво пропустил мяч и был забит гол. Бенфика победила Айнтрах 4-2. И вот здесь сразу все напряглись, потому что там появился 18-летний мальчик Жоан Фелиш. Кто это по-португальски? Вроде бы он Жоан Фелиш. В России его называют Жоау Феликс. Ну, тут трудно сказать. По крайней мере, вот такие комбинации. Он забил в этом матче 3 гола. Вы знаете, он сразу стал в 19 лет самым молодым футболистом, который в Лиге Европы сделал хэт-трик. Естественно, тут же... Ну, прям нельзя сказать, что именно после этого матча, потому что он очень удачно играет за Бенфику. Он во всех турнирах уже забил 14 голов в этом сезоне при 5 результативных передачах. Это в его возрасте. Причем там тоже очень интересная ситуация. Он высокий, 180 сантиметров рост, но ужасно худой. У него вес 64 килограмма. И вот когда он тренировался, начинался в детской школе в Порту, и из-за физических данных Порту от него отказались. Потом он там играл где-то в таком малоизвестных командах, но Бенфика его присмотрела, забрала к себе. И вот сейчас он один из лидеров этой команды, молодой парень, за которым уже стоят в очереди богатенькие клубы. И говорят, что его продадут за 100 и более миллионов долларов. Так что Бенфика тут явно выиграла. Вообще у Бенфики школа сейчас просто потрясающая. Там куча молодых футболистов. Но будем надеяться, они сейчас в Киеве открыли свой филиал. Вообще у них достаточно много филиалов разбросаны по всему миру. Если мне память не изменяет, это 22 филиал Бенфики. Так что будем надеяться, что может быть они поднимут и украинский футбол таким образом. Ну и последний матч там славия Челси. Если Челси разгромила Киевское Динамо в Киеве 5-0, то со славией у них был более сложный матч. Я вам скажу, что если бы славия была более удачливой, то они могли бы и добиться другого результата. А так 1-0 в пользу Челси. Этот победный гол был забит буквально в самом конце матча. И что интересно, что тренер Сари, он не выпустил Азара. Азар не играл в этом матче, он его выпустил только где-то в районе 60-й минуты. Вот в этот момент, когда появился Азар, казалось бы, тут уже Маурицио Сари дал понять, что он хочет выигрывать уже в Праге. Но после появления бельгийца, именно в этот момент славия имела значительно больше моментов, чем Челси. Но с реализацией у них слабовато. Славия хотела играть с Челси, они получили Челси. В итоге 1-0 в пользу Челси. Ну и в четверг Челси близка к тому, чтобы выйти в полуфинал, потому что они играют у себя дома. И, конечно, еще вот Бенфика победила Эйнтрахт 4-2. Но Эйнтрахт это такая команда, которая дома играет очень сильно. И вот эти два забитых гола могут сыграть свою роль. У Эйнтрахту вы еще согласитесь, что где-то не повезло в Португалии, потому что уже на 20-й минуте был удален их игрок Дика. Так что они играли в меньшинстве, но тем не менее в меньшинстве они свои два гола забили. Поэтому у них, конечно же, есть определенные шансы. Так что все будет очень и очень интересно. Ну, чемпионат Англии мы уже прошли. Что касается чемпионата России, там Зенит, похоже, идет к чемпионскому титулу. Они победили Анжи 5-0. И сыпется Спартак. Спартак проиграл 1-2 Ростову. Ну, проиграли они, правда, в гостях. Но самая большая неожиданность, по крайней мере для меня, это то, что ЦСКА проиграла Оренбургу 3-2. Причем, что интересно, я, конечно, не смотрел этот матч, но то, что удалили где-то в районе 25-й минуты Фернандеса, это удивительно, потому что, в принципе, Фернандес такой очень дисциплинированный, хороший защитник, хороший игрок. И как-то за ним никогда особой грубости не намечалось. Ну, давайте теперь быстренько пройдемся по событиям у нас в стране в МЛС. Чикаго Фаер, что вам опять приходится с сожалением говорить? Но, правда, они сыграли дома с Ванкувером 1-1, но то, что вытворил вратарь в абсолютно спокойной ситуации. Ну, сыграя, как хочешь там можно было играть. Потом там стоял этот Кавай, который мог выбить мяч куда угодно. Но вратарь решил его взять в руки, он побежал за мячом. Был обыкновенный пустой прострел, когда мяч никому не шел. Вратарь побежал, нырнул за этим мячом, выпустил его из рук. И как раз на ногу игроку из Ванкувера, который бил уже по пустым воротам, счет стал 1-0. Ну, потом был пенальти, тоже такой сначала судья засомневался, пошел смотреть по телевидению. Ну, короче, дали пенальти, ничья 1-1. Таким это был более не менее удачный для Чикаго исход матча, потому что там еще был момент в конце матча. До того, как счет стал 1-1, выскочил игрок Ванкувера, мощно пробил, но попал в перекладину. Так что мяч не вошел в ворота, слава богу. Ну, а Лос-Анджелес там, Лос-Анджелес Галакси, там блистает Ибрагимович, который снова забил свои два гола. Так что, вот, кстати, в этом, когда мяч попал в штангу, там просто Швайнштейгер, вот мы в тот раз говорили, сыграл просто безобразно, как защитник. Он стал вместо того, чтобы как-то мешать, ударить, он стал пятиться назад и нападающим... Но он же не защитник, Яша, это же не его амплуа, ты понимаешь? Ну, я это все понимаю, но, в принципе, это уже такой технический момент, это, знаешь, как в шахматах, ты обязан знать, как провести пешку в ферзи, когда остался король. И так же и тут, в защите, когда ты один на один, ну, не становятся боком и не идут назад, сделал все для того, чтобы у этого получился прекрасный удар. Другое дело, что нам повезло, ну, и слава богу. Да, так что... А Галакси победила Филадельфию 2-0, там, ну, оба гола забил Ибрагимович, но он красавец. И чем он, вы, наверное, видели, он совершенно спокойно ходит по полю, не напрягаясь, опа, делает рывок, все. О чем он напрягается? Да. Он знает четко, что он делает, правильно? Да, абсолютно, да, да. Тут он, как только он видит момент, делает ускорение, и уже не... Причем он в возрасте, ему уже тоже далеко за 30, но когда он набирает скорость, и как он лупит по воротам, это прямо фантастико. Ты понимаешь, когда человек знает, понимает игру и знает, где ему нужно быть, в какой момент, вот тебе и все. Да, так что по этому поводу Лейкерс вообще... Галакси, прошу прощения, Галакси может в этом сезоне... Ну, на сегодняшний день у них 15 очков, там лидирует другая команда из Лос-Анджелеса, которая в 7 матчах одержала 6 побед при одной ничьей. Сиэтл 16 очков, Галакси имеет 15 очков. Ну, а в нашей группе, да, там Чикаго на 8 месте, вне зоны плей-офф. Наша передача подошла к концу. Большое спасибо, сейчас будет у нас бойцовский клуб. Субтитры сделал DimaTorzok